Я Алексей. В эфире специальный выпуск новостей нашего телеканала. 4 апреля состоялось совместное заседание Совета Торгово-Промышленной Палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Комитета Торгово-Промышленной Палаты России по АПК по теме «Промышленность и сельское хозяйство». Как усилить взаимную поддержку? Новый экономический кризис поставил перед реальным сектором необходимость решать множество проблем, среди которых ограничение поставок товаров и компонентов, сложности логистики, волатильность на валютном рынке, замедление спроса, резкий рост цен на сырье и увеличение себестоимости продукции. Участники совещания обсудили меры, позволяющие реализовать позитивный сценарий выхода из кризиса. В ходе заседания выступили, председатель Совета Торгово-Промышленной Палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, вице-президент Торгово-Промышленной Палаты России Дмитрий Курочкин, председатель Комитета Торгово-Промышленной Палаты России по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария Ёлкина, генеральный директор. ОАО «Воронеж Сельмаш» Роман Карпенко, заместитель генерального директора, директор по работе с органами государственной власти ОАО «Объединенная машиностроительная группа», Алексей Ярцев, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники, АСХОД, Александр Алтынов, генеральный директор ОАО «Институт молока», Татьяна Нагаева, управляющий группы ОАО «БСП Агра», Сергей Бровков, генеральный директор ОАО «Щелково Аграхим», Салис Каракотов, президент национального движения. Сберегающего земледелия, Людмила Орлова, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, вриоректора Эвгбова, Государственного университета по землеустройству, Тимур Папаскири, научный руководитель Эвгбнувнея СХО Росельхозакадемии Иван Ушачев, генеральный директор ОАО «Портовый элеватор», Елена Зайцева. Все подробности о основные выступления участников в нашем репортаже. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за то, что пригласили в данном форуме. Рад всех приветствовать. И презентация выведена на экран? Пока нет. Выведена, да. Следующий слайд, пожалуйста. Компания Воронеж-Сермаш, наша конкретно компания, мы состоим в компании завода по элеваторному оборудованию. И я как бы хотел вообще в целом рассказать о нашей отрасли. Что касается выпуска оборудования, мы не занимаемся глубокой переработкой, хотя мы относимся к пищевке. У нас все, что между комбайном и глубокой переработкой, это сушка зерна, очистка зерна, хранение зерна. Но вот все показывано на следующий слайд. Что касается нашей отрасли, в целом по 21 году, выручка всех участников рынка составила 25 миллиардов рублей. Это и импортное оборудование, и российское. И здесь мы показали по крупным сегментам, что, например, по переработкушилкам 19% доли импорта, по силосам хранения 9% и по зерносительным машинам всего 4%. Мы брали таможенные базы, все изучали, все цифры достоверные. И это говорит о том, что на самом деле вот наш сегмент, в котором занято сейчас около сотни промышленных предприятий, от малых до больших, от 6 тысяч сотрудников работает. Мы на сегодняшний день работаем активно по импортозамещению. И вот на следующем слайде я покажу динамику. То есть мы в 2014 году имели около 60% доли импортного оборудования в поливатном сегменте. А к прошлому году эта цифра снизилась до 15%. И какие тенденции шли? То есть открывались новые предприятия и появлялись новые виды продуктов. Благодаря чему это все было? Во-первых, в 2014-2015 резко упал курс рубля, что сделал импортное оборудование не совсем привлекательным. И это позволило нам развиваться, получать больше заказов. В том числе нам помогала компания «Росагрализм». Я говорю сейчас не от компании «Воронеж-Семаш», а в целом по рынку. Также были и до сих пор продолжают работать очень полезные программы по субсидирующим скидок. Это программа «1432». Это на сегодняшний день 823 постановление. И до этого работало 547 постановление. Это тоже было хорошим уроком для нас. И в том числе ФРП. То есть многие предприятия, которые в нашей области работают, они воспользовались и в том числе мы займом ФРП для того, чтобы расширить свои производственные мощности. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы показали, да, мы мониторим ситуацию по рынку. Мы изучаем текущие компании, которые есть. И вновь возникает, да. Здесь такая динамика. С 2014 по 2021 год по зерно-сушилкам с 5 до 15 компаний на рынке появилось в местных, российских. А по зерно-очистке с 10 до 20, по силосам с 4 до 8, по транспорту с 20 до 50 компаний. Итого мы видим, что за вот эти вот 7 лет практически удвоилось количество компаний, которые выпускают элеваторное оборудование. И на сегодняшний день мы конкурируем, по сути, уже не с импортными компаниями, а со своими российскими компаниями, которые дают сейчас также новые продукты. И конкуренция очень большая. И многие говорят, да, если мы сейчас, а у нас отгородили, да, от Европы, от США, больше мы ничего не получим, что и о водоросли начнется спад, будет некачественное оборудование, конкуренции с миром у нас нет. На самом деле у нас очень большая конкуренция в водоросли, и мы конкурируем в основном с нашими российскими компаниями. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь мы, ну, по себе конкретно приводим цифры, да, мы за 7 лет разработали, выпустили 7 типов зерносушилок, 12 типов машин для очистки зерна, выпустили линии для очистки семян, запустили, серийно выпускает. И все это аналоги зарубежных машин, которые не уступают на сегодняшний день ни по качеству изготовления, ни по качеству выполнения технологических операций. И это не только компания «Вароч-Сермаш», это в целом по рынку. У каждой маленький завод, каждая средняя промышленная компания, которая в нашем сегменте работает, у каждой из них есть новинки, у каждой из них пытается не отставать от этого развития. Следующий слайд, пожалуйста. И на сегодняшний день мы готовы полностью к кем-то замещению. И уход западных компаний, то, что они отказались поставлять, мы знаем, шведские компании категорически отказались поставлять какое-то оборудование, немецкие компании получили ограничения от правительства своих, не могут по политическим мотивам привозить. Да, то есть уход западных американских компаний никак не отразится. Это в целом на сельхозтоваропроизводителя и переработчиках в России, то есть на тех компаний, которые приобретают наше оборудование. Все аналоги мирового уровня уже производятся в Российской Федерации, то есть закрытие импорта никак не повлияет на качество оборудования, которое продается на территории России. И следующий у нас момент, связанный с наращиванием производственных мощностей, то есть у нас, ну, как бы, есть потенциал у нашей компании, так же, как и у всех участников рынка, там от 15 до 20 процентов нарастить свои производственные возможности без каких-то, там, дополнительных инвестиций. Вот. Но, вроде бы, когда я рассказал, какая у нас, там, позитивная обстановка, что вы... Иван Николаевич, связь прервалась. Дилер сельхозтехники, прежде всего, это, имеется в виду, дилер поливого сельхозтехники. Это примерно 200 компаний, и около 20 тысяч рабочих мест. Но, что не менее важно, это десятки тысяч машин, которые работают в полях, и чему работоспособность мы, как дилеры, обеспечиваем. Вообще, получается, интересно то, что мы находимся на стыке отраслей, то есть, с одной стороны, это АПК, то, как мы, это машиностроение, то, третье, это финансовая сфера, но потом, что здесь видимую операцию, которые мы представляем. Хотя, формально, мы торговый бизнес. Да, но, на самом деле, юридический бизнес – это сервисный бизнес. Да, это сервис. Это те решения, которые позволяют машине эффективно работать, а ее владельцу, соответственно, зарабатывать и получать тот результат, который запланирован. Поэтому, вот, такое миротосливое производство позволяет иметь довольно, мне кажется, полную картину того, что происходит на рынке. Если вот очень коротко, что мы видим. Ну, прежде всего, это сокращение предложения машин. Я согласен с оценками, то, что по отечественным машинам это будет, наверное, 25-30%. То, что мы сейчас видим. По импортным машинам, самоходные, наверное, это будет в четверо меньше. По принципным ситуации попроще, наверное, будет процентов 50. Минус от того, что предполагалось. Насколько мне известно, никто из западных производителей не делал громких заявлений о том, что покидают российский рынок, хотя у многих, особенно крупных западных корпораций, операции сейчас существенно приостановлены. Ну, и будем смотреть, как будет. Но будем смотреть, наверное. Так будет развиваться политическая ситуация для того, чтобы они могли дальше решать о своем действии в России. Конечно, теперь активно ищут альтернативы тому товарному потоку, который сейчас выпадает. Потому что, то есть, суммарно сложнее, наверное, процентов 40-50 рынка мы в этом году не получим относительно к тех полу, которые будет. Просто цен, ну, целый раз не дает. По пандемии на причинам в этом году, в том числе и по иным, это будет и 15, наверное, и 30%. Посмотрим, как будут события развиваться. Просто 100% для всего рынка таких игроков, но, наверное, что критично для нашего бизнеса, это резкое сокращение лизинговых сделок. Потому что деньги стали дорогими. Поэтому здесь всем думай обращены на Росагролизинку, и надо сказать, что Росагролизин, конечно, большие молодцы. Сейчас у них абсолютно критическая роль того, как это и 20 события с поставками оборотов. Большой вопрос. Это угрозы, недостаточность предложений запасных частей, особенно по высокопроизводительным, мини-продным машинам, самоходным машинам, особенно ремонтных. Это вот отдельная большая тема для того, что у вас задачится. И есть проблемы с оборудованием для точных изобретений и сопутствующими сигналами. Но это тоже, что бесконечивает эффективную эксплуатацию машины и делает ее очень неэффективной при отсутствии этих решений. Само по себе, краткосрочное, прямо сейчас, предложение машины, я бы несложил, но очень критично. Потому что два года до этого были очень хорошими, пополнился, обновился. Но, конечно, среднесрочная и срочная перспектива это большой вопрос, который надо, безусловно, решать. С точки зрения сервисной поддержки отдельный блог, это я уже упоминал, запасные части. Но сейчас выглядит так, что мы в основном рассчитываем те склады, которые здесь есть, уже в Российской Федерации, потому что Запада не поступает. И на ближайшие 2-3 месяца они обеспечат большую часть потребностей. Вот дальнейшее развитие ситуации, оно, конечно, будет идти по нисходящей, то есть все больше и больше и ситуация, которую мы, как теперь, наверное, не сможем решить, если не возобновятся поставки запасных сетей, прежде всего, по импортным машинам и импортным компонентам, которые используются в отечественных машинах. Теперь два слова про дилеров. Мы всяко уже в своей истории проживали, и колебание курсов, и область финансирования, и колебание цен в АПК. Сейчас для нас, да, ключевой вопрос – это сокращение того самого товарного потока, который обеспечивает нам возможность продавать, поставлять технику. Кто из дилеров, в основном, в зоне риска сейчас? Прежде всего, у кого много кредитов, понятно почему, да, во много валютных обязательств, ну, потому что курс, даже немного снизившись в последнее время, он будет колебаться и дальше. Потому что это те дилеры, у которых есть проблемы с капиталом, в принципе, с достаточностью капитала своего собственного, либо с достаточностью собственного оборотного капитала. И эти проблемы, они, ну, в том числе, связаны с тем, что довольно большое количество компаний довольно так, выраженно инвестировали в строительство торгостоящих дневнических центров. И сейчас, как раз в то время, когда это будет вести свои негативные последствия. Какие, собственно, это касательно разрады, да, то есть это платежная дисциплина, и здесь вопрос обработок капитала, это доступность к эдитам, так ответы, да, доступность, это вместе с возможностью привлечь деньги и ставки, которые будут сделаны. Наверное, теперь столкнуться с необходимостью сокращения затрат, и, скорее всего, я вам покажу вот этот вопрос, вот немножко, скорее всего, с выходом на, я сейчас закончу, с выходом на сокращение персонала, не буду сейчас драматизировать, но, например, наценки такие, 15-20, может, даже 25%, невозможно, мы находимся в зоне риска потери серостной персонала, и, конечно, естественный вопрос, банков среди мелких компаний, прежде всего, и копер-компании. Какие меры поддержки могут быть, ну, вот еще раз, да, включаться субтитирование кредитов, может быть, обращение с инициативой правительства уже, может быть, это какие-то послабления по НДС, чтобы заплатили его и по квартальным, и хоть в итоге в полугодии, конечно, это импортозамещение, и возможны преступления машин в дружеских странах, там есть проблема сертификации, которая неплохо мог бы, ну, как-то простить, может быть, даже отменить временно сертификацию по этим машинам, но, в виде проблем выступления с машинами со стороны Китая, например, в городе, или, там расположенные в предыдущих территориях, то есть хотелось бы, чтобы этот процесс проще вышел. Ну, я заканчиваю. Надо побежать рахаристам, безусловно, и, если у производителей есть такая возможность, конечно, дилерам нужно дать кредитную программу, потому что сейчас все пришли на вступацию в предоплату, это очень тяжело, и все это, конечно, складывается в клиента, ну, и там тоже ресурсов не бесконечный. Вот, буквально, два слайда, сделали экспресс к сегодняшнему заседанию, сделали экспресс опрос к Титарам, где можно вернуться в предыдущие. Ну, вот вы видите, там сорт лишних компаний ответили разные, абсолютно, и большие, и малые, и импортные, и отечественные. Вот две трети титеров оценивают свое положение сейчас, как они тяжелые, или очень тяжелые. И всех два на основных вопроса это неопределенность поставки, то, что нужно принимать нам решение по своим коллективам, и кредиты. Поддерживность. И вот там еще второй можно на секунду. Да, и вот крупные дилеры, которые, наверное, наиболее задумывательные позиции находятся, они довольно пессимистичны с точки зрения подвоза на рынке. Поживем, посмотрим, но что настораживает, это их оценка, что вряд ли более 20% потерянного товарного потока имеет шанс быть замещенными из альтернативного источника. Прежде всего, техники и дружеские страны, я имею в виду. Спасибо большое. Уважаемые президенты, уважаемые коллеги, прежде всего, мне хочется подчеркнуть своевременность и злободневность обсуждаемых проблем и задач, среди которых особое значение в экономической политике нашего государства приобретает вопросы ценообразования в паропромышленном комплексе, от которых зависит как было получше каждого гражданина нашей страны, так и устойчивое развитие наших отраслей. Имея в виду, что цены ВПК представляют собой единую и комплексную систему, элементы которой взаимосвязаны и взаимозависимые. Изменение уровня и структуры цен в одном сегменте приводит к изменению всех ценовых отношений в агропромышленном комплексе. Хочу напомнить, что в 2021 году в России индекс цен производителей сельхозпродукции составил 119%, что является максимальным значением, отмечаемым за последние десятилетия. В то же время еще большими темпами росли цены на промышленное средство производства. За год они увеличились на 24,5%. В результате за больший 5-летний период рост цен первой серии АПК составил 46%, а это в два раза больше, чем в сельском хозяйстве. Отсюда можно делать соответствующие выводы. Вот почему сейчас крайне важно разработать и внедрить долгосрочные механизмы, гарантирующие предсказуемость цен, о чем говорил президент в своем послании к федеральному собранию. На наш взгляд, основными направлениями регулирования цен могут быть следующие. Во-первых, части оптимизации структуры затрат сельхозтоваропроизводителей необходимо. по нефтепродуктам, введение нулевой ставки по акцизам на продажу топлива для сельхозпроизводителей, о чем мы говорим уже десяток лет. Далее, регулирование цен на минеральные удобрения. Проблемы экономической доступности минеральных удобрений для аграрии в перспективе к 30-му году еще больше усугубится, поскольку, исходя из научно-обоснованных норм и наших расчетов, необходимо увеличить объемы внесения удобрений практически в два раза. Поэтому, в сегодняшних условиях, во-первых, целесообразно зафиксировать необходимые объемы внесения минеральных удобрений по годам, во-вторых, установить квоты по их реализации на внутреннем рынке, и, наконец, в-третьих, определить предельный уровень цен на данное удобрение, в том числе, исходя из индекса инфляции. Вторым направлением стабилизации ценовой ситуации должно являться обеспечение доходности товаропроизводителей, ибо высокая цена на продаватель в магазине не означает столь же высоких доходов сельскохозяйственного товаропроизводителя. По этому направлению считаем необходимым внедрение комплексной системы защиты сельхозпроизводителей в случае изменения доходов или цен. В качестве примера можно привести, хотя мне не очень хочется приводить эту страну, Штаты, где в первом случае осуществляется покрытие сельскохозяйственных рынков из-за снижения урожайности культур ниже гарантированного уровня. Во втором случае фермерам покрываются убытки вследствие падения цен реализации на сельхозпродукцию, ниже установленной в законе о сельском хозяйстве базовой цены. Таким образом, аграриям гарантируется хотя бы минимальный уровень рентабельности. Говоря о бытовых реализации нашей программы, к сожалению, необходимо констатировать, что в прошлом году были не выполнены два важнейших ключевых показателя по индексу производства продукции сельского хозяйства и индексу физического объема инвестиций в основной капитал. В 2021 году индекс сельхозпроизводства составил 99%. Необходимо отметить, что на 2022 год Минсельхозам также запланировано снижение объема производства продукции сельского хозяйства, что с нашей точки зрения явно недостаточно для динамичного развития отрасли и тем более задача быть драйвером и локомотивом выхода из кризиса. Что касается инвестиций, то в прошлом году инвестиции в основном капитал в целом по экономике выросли на 7,7%. Сельскому хозяйству прирост составил всего 2,5%. Необходимо напомнить, что в 2020 году отраслевые инвестиции сократились на 7%, то есть у нас восстановительного роста инвестиций не произошло, в отличие от ситуации в целом по экономике. И главными причинами недостаточной инвестиционной активности с нашей точки зрения являются существенные инвестиционные риски, высокая стоимость заемных ресурсов и нестабильность объемов оказывают господдержки. И в сегодняшней ситуации нивелирование государством этих рисков важно как никогда. Все с этим мы считаем целесообразно как можно быстрее сформировать специальный инвестиционный фонд АПК как институт развития для всех товаропроизводителей. Наше предложение находит поддержку в Госдуме, Совете Федерации, в Министерстве сельского хозяйства. Однако, к сожалению, экономический блок нашего правительства пока тормозит это предложение и не дает ему хода. Третьим направлением стабилизации становой ситуации на агроподовольском рынке должно являться регулирование ценовых отношений между сельским хозяйством, пищевой промышленностью и торговой, в том числе и на внешних рынках. Тут считаем необходимым следующее создание комплекса системы мониторинга цен, охватывающих всех участников продовольственной цепочки от поля до прилавков. Во-вторых, необходимо расширить перечень социально значимых продовольственных товаров и установить на них предельные набавки в оптовой розничной торговле, а также предельные набавки импортеров. Кстати, это делается в Беларуси. Введение более обоснованных плавающих пошлых в целях защиты внутреннего рынка от влияния мировой конъюнктуры, расширение доступа малых форумов хозяйственных на рынке, чем сегодня уже говорилось, развитие интернет-торговли, и, наконец, в условиях, когда реальные доходы населения за последние восемь лет сократились на шесть процентов, крайне необходима скорейшая разработка и реализация мер поддержки внутреннего спроса на продовольственные товары, в том числе через систему внутренней продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения, о чем мы также говорим уже десяток лет. Все эти перечисленные направления регулирования цен влятки можно добавить в государственную программу, пусть даже и отдельным блоком с выделением финансового обеспечения, поэтому предлагаем разработать и принять федеральный закон, регулирующий цены и ценовые отношения ВПК и на продовольственном рынке. Нет времени для его расшифровки. Таким образом считаем, что регулирование ценовых отношений ВПК и на продовольственном рынке можно разделить на два подхода. Это первое регулирование на рынке социально значимых продовольственных товаров и регулирование на рынке стальной продукции, которая должна базироваться на свободном ценообразовании, но в пределах установленного коридора, при котором верхний предел защищает интересы покупателей сельховой продукции, а нижний позволяет сохранить гарантированный минимальный доход агрария на основе применения комплекса системы инструментов и механизмов. Что касается проекта решений нашего общего заседания, то в целом мы поддерживаем его. В то же время по пункту 9 отменить все штрафы в будущем касательно выбросов СО2 считаем целесообразным не отменить, а временно приостановить. Также считаем необходимым расширить рекомендации в части регулирования ценовых отношений ВПК, о чем идет речь. Что касается стратегии, то на наш взгляд слабым местом является самоорганизационно-экономический призм. Он очень слабо представлен, не просматривается, какова у нас будет кредитно-финансовая политика, налоговая политика, государственная поддержка и институциональное преобразование в стране. Благодарю за внимание. Попрошу презентацию, так бы удобнее рассказывать, что сейчас с молоком идет и куда вообще идем. В презентации пытаются поставить, я так понимаю, но пока не поставили. То, на что мы можем повлиять и то, о чем хочется сейчас поговорить. Ну, понятно, коров ничего не может давать, кроме того, что она дает молоко, дает мясо и дает нити. Больше ничего от нее мы добиться не можем. И поэтому, понятно, наша речь идет только о молоке, как о продукте главы. И сейчас состоит себестоимость молока, основная. 50% уходит на корма. Можно поспорить по поводу зарплаты, она действительно будет в каждом регионе разная, эти 20% могут в разных цифрах немножечко быть. Но корма везде 50-60% это все, что и на что мы можем повлиять. Это сейчас, вот будучи здесь за большим столом. Я делаю рацион, который, ну, буквально мы делали в субботу, обзвонили всех наших поставщиков и кто, вернее, занимается молоком и посмотрели. Вот самый дешевый рацион, который мы сейчас нашли, самый оптимизированный, чтобы получилась себестоимость литра молока есть в хозяйстве в Красноярском крае. Но у них все свое. Патока своя у них, все наш, все свое, все свое. И получилась цена практически 20 рублей. У них вышло себестоимость литра молока. Этот же рацион в Архангельской области, где покупные уже корма накладываются, в кабе, карма, широта, уже стоит 30 рублей 20 копеек. А напомню, что в Архангельской области сейчас реализуется проект 8 тысяч поголовья и значимый такой серьезный проект. Там не выращивают зерновые, все приходится покупать. Этот же рацион мы взяли в Московской области. Хозяйство, которое старые фермы, обычные, стандартные. И на сегодняшний момент себестоимость там литра молока выходит 29,80. В связи с тем, что у них молоко вышло в сорты и есть куда сдавать, они, вот три хозяйства мы взяли, они продают молоко по 40 рублей. Но напомню, что средняя цена молока сейчас 36 рублей 2 копейки. Это на вчерашний день. Каждый день идет анализ, сколько идет средняя цена на молоко. Поэтому цифра такая, абсолютно точная. При этом получается, что 32,33 где-то стоимость молока данного, чтобы получилась на 36. Из чего состоит? Вот расчет собственной кормовой базы. Мы не будем так технологическую карту, она у каждого своя, но примерно она одинаковая. 1200 поголовья. Стандартная ферма Московской области. Итог кормовой базы заготовительной компании в 2020 году отличается от 2022 года уже в 3,5 миллиона. И это покажем на чем. Вот себестоимость, то, на что мы можем влиять. Производство кормовой базы это основа то, на чем мы можем сэкономить, ну и без чего животноводство не может жить. Потому что, понятно, делим на свои корма собственные, которые производят каждое хозяйство, и делим на корма, которые покупные. И вот цифры, как каждый год у нас менялись и наши основные культуры. Сколько себестоимости выходило на сегодняшний момент силоса кукурузного, сколько сенажа и сколько попшенеца. И вот цифра 22 года. Цифры 22 года это ну реальные цифры, которые на сегодняшний момент мы посчитали. А что из этого дальше выходит? Сейчас стоит обратить внимание на то, что мы про текущую говорим ситуацию. Но нам грозит ситуация от четвертого квартала. Сейчас мы все живем еще на кормах животноводы, на кормах, которые заготовили в 21 году. Но сейчас наступает весенний полевой сезон. Мы сейчас сталкиваемся с другой реальностью, с другими цифрами, с другими запчастями сейчас, которые очень быстро растут. И все цены вырастут именно в четвертом квартале. И тогда цена на молоко в себестоимости будет значительно другая. Ну и покажу почему. Понятно, меняется у нас все. Сравниваем 20-е, 21-е, 22-е мы взяли все. И по отечественным что у нас изменилось? Изменение 10-15% семенного материала и покупные корма просто у нас растут стремительно. И изменения эти никуда у нас не уходят. А вот цифра крупного хозяйства. 10 тысяч поголовья, 5 тысяч фураж. Это цифра взята на вчерашний день. Вот сравнительная характеристика 20-го, 21-го и 22-го года. 22-й год взят на сегодняшний момент. Полная себестоимость молока в общие затраты 28-60. Кредитная нагрузка 7 рублей уже показывает, что 32 рубля это доход, который нужен для того, чтобы окупались инвестиции. А в текущей ситуации, когда дорогие кредиты, это вот сейчас сделали кредит 5%, но на короткие деньги у нас не короткий кредит. И для обслуживания у нас выйдет цена в 38 рублей. Это крупное хозяйство. Эта картинка такая по крупным хозяйствам, у кого инвестиции, у кого были кредитные деньги, кто построил современные хорошие фермы. Я думаю, что Артем Сергеевич подтвердит, она такая практически у всех. А напомню, что цена молока 36 рублей сейчас, средняя. вот это наша ситуация, с которой мы на сегодняшний момент. И повлиять мы можем на животноводство через корма. На сегодняшний момент что главное? Удержать ту себестоимость, которая есть. Конкурентно, покупательская способность не растет, и она не вырастет. При том, что 2021 год показывал то, что начало 2022 года, что у нас спрос пошел на молоко. 2020 год была пандемия, все дома сидели, молоко пили больше. 2021 год этот продукт тоже закрепился, и его действительно стали пить больше. Но он не вырастет в покупательской способности при повышении цены. Рост стоимости компонентов на производство комбикорма. Есть предложение того, что в прошлом году впервые под Новый год дали субсидию на кормовые добавки. Сейчас список этот расширили. И это действительно было подтверждением того, что это хорошее правильное решение, которое было. Что можно сейчас еще сделать? К чему бы хотела обратиться здесь все производители по технике, дилеры по технике. Не все, кто хотели, купили технику для обновления своего парка. А понятно, что поля, корма, все заготавливать надо. У всех будет потребность сейчас к своей старой технике еще больше покупать запчастей. Запчасти стали дорожать. Обеспечьте наличие запчастей и обеспечьте наличие стремительного роста в два раза, как есть на некоторые запчасти роста. Ну и тогда мы к четвертому кварту не придем с теми цифрами убыточными, которые в принципе понятно по таблице они у нас будут. Ну а экономия на покупных кормах понятно она сможет привести, если мы сейчас к чему идет тенденция, все начинают экономить, и эта экономия приведет к тому, что у нас начнет выбывать поголовье. Она уже у нас на 2% даже у Сергеевича не сделалась, а цифра может пойти катастрофически вниз. Вот такая вот история животного водства. Нормально выступали, все нормально решаемо, потом закончили с словами катастрофически. Мне кажется, что все будет хорошо. Все будет хорошо, поэтому обращение к вам. Давайте обеспечим, чтобы все по технике было, чтобы запчасти были, остальные ингредиенты мы меньше все-таки подвержены. Ну и цена на зерно. Комбикор вырастет. Запчасти будут перебои, но все равно никаких проблем не будет таких вот фатальных. выбываем поголовья, дальше больше мяса будет. Да, пожалуйста, иди. Добрый день. Председатель комитета АПК Московской области ТПП и генеральный директор АО Акционерное общество Капиталпром Тананова Светлана Юрьева. У меня первый вопрос к Александру Александровичу, он очень быстро закончил, не успел задать вопрос. Союз дилеров самая мощная объединяющая сила. Почему бы вам, вы знаете весь спектр запчастей, вы знаете необходимое количество, вы знаете даже имейте эти образцы, почему вам не выступить объединенно с заказчиком этих запчастей и не разместить эти заказы на наших машиностроительных заводах и, как вы говорите до вас коллега на малых предприятиях. в одни руки дать субсидию на дженевики или реплики, я думаю, было бы эффективнее, нежели чем просто раздавать деньги по стране. Первый вопрос. Второй вопрос. У нас с кормовой базой в принципе все благополучно. У нас не очень благополучно с Меркурием. На сегодня компании, производящие добавки и капикорма, в состоянии обеспечить. но для того, чтобы быстро заменить исчезнувший ингредиент или слишком подороживший, нужно зарегистрировать как новую добавку или изменение к СТО. Это занимает в среднем три года. Поэтому этот вопрос нужно решать совокупен. Во-первых, с Меркурием, потому что не пропускает и тут же предприятие попадает в черный список и в красную зону центра. Мы не можем выпускать продукцию за рубеж. первое. И второе, мы не можем быстро сделать новые кормовые добавки полнощие, заменяющие импортные, потому что мы должны их зарегистрировать. На сегодняшний день я считаю, что в кормопроизводстве также должны ввести хотя бы на год ускоренную регистрацию новых кормовых добавок, если они идут по программе импортозамещения. Спасибо. Спасибо. Очень рад. Спасибо за вопрос. Буквально два слова. Все официальные твиттеры в своей работе в более безопасных частей безусловно сопряжены со своими поставщиками. Поэтому это абсолютно тандемная партнер работа, как мы будем выходить из этой ситуации. и так просто не могло их копировать и ставить на сегодняшний день. вам никто это не застрелить. Они отказались отставления. Хорошо, но я еще не договорился с вашим позволением. Давайте я отвечу, Спасибо. Безусловно, вопрос дженериков, особенно по импортам, запасным частям, он, конечно, встанет и будет на поиски дня, продолжается на время, потому что так, значит, вопрос надо решать. Наш партнер в стране огромный и мы не должны позволить его остановить. Ну, плюс, естественно, я надеюсь, есть еще и воздействие государства на те, прежде всего, западные компании, которые здесь присутствуют, получить ответ о продолжении операционной деятельности, но это не только на расстоянии полевое, сельхозобортов, то есть тут сфера заметно более широкая. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Под управлением нашей группы компаний сейчас 3000 гектаров в Ростовской области 9300 в Краснодарском крае на права консультации в инвестпроекте. На данный момент ситуация на предприятии стабильна, мы успели заранее купить и привести к себе на склад все материалы на весну по ценам октября-ноября-двадцать первого года. Я считаю, нам круто повезло с тем, как у нас складывается ситуация сейчас. Остальные же имеют до сих пор проблемы с поставками удобрений семян, химии, запасных частей на уже купленную технику. По кредитам, у нас сейчас имеются краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств. Первую часть набрали еще в области 21-го года, по которым до сих пор нет угодной ставки, мы ее берем по коммерческой ставке. Кредитовались под 12%. Ежемесячный платеж у нас составлял на наши кредиты полмиллиона рублей, но около того. А сейчас ставка выросла у нас до 24%, и мы стали платить один миллион рублей, то есть два раза у нас оплата по процентам идет. За полгода никаких подвижек по переходу на годную ставку в 5% нет, банк говорит, что денег нет, в реестр не попали и так далее. По запасным частям еще пока не вся техника вышла в поле из-за погодных условий у нас задержана весна. А уделяем сроки поставки запасных частей удвоились и начали составлять до 3 месяцев. Нормальное время это было неделя-две либо было наличие. Иностранные комплектующие это больная тема. Мы слышим много и даже уверенно заявляют, что у нас есть российская техника. На деле российская техника состоит из иностранных запасных частей от 30 до 70%. Стоимость которых выросла в вас в 5 раз по сравнению с прошлым годом. И это не предел. По электронике я думаю можно не говорить там ситуация такого, что если что-то сгорит, техника автоматически становится памятником минимум на месяц. Некоторые дилеры говорят на полгода и год. По будущим покупкам в этом году у нас в плане стояла плановая замена комбайнов Акросы меняли на Торум и КамАЗы для перевозки зерна. От этих планов пришлось отказаться, так как цены на эти единицы выросли в 2,2 раза. Мы централизованно покупали Торум 11,4 с Томас была цена буквально пару лет назад. Сейчас его цена 24 миллиона. И думаю это не предел, потому что дорожает каждый месяц с новыми предложениями. По КамАЗам аналогичная ситуация. Просто агролизинг ситуация не исправит никак. Ты все равно будешь отдавать 24 только с процентами. А из-за пошлины на продукцию серьезную выручку мы недополучаем. Этот вопрос отложили в долгий ящик. Покупать ничем не будем в этом году. Будем восстанавливать имеющиеся комбайны и убирать КамАЗа нанимать. Освободившиеся средства от отказа по полке техники будут направлены на проценты и пополнение оборотных средств, так как кредиты при таких ставках невыгодны. Что у соседей и коллег по цеху. Мы такие не одни в долгах приобретения техники до следующего года, потому что неизвестно, какая будет себестоимость продукции на будущий 22-23 год и о чем ее будут покупать. Может так случиться, что прибыль, которая останется в этом году, понадобится, чтобы пополнить оборотные средства на сумму подорожания за этот год на материалы производства. За этот год легче сказать, что не подорожало в сельском хозяйстве. Действующая пошлина на вывоз продукции перечеркивает вообще какие-либо надежды на развитие и заставляет планировать свою деятельность так, чтобы умереть последним, посмотреть, что будет в конце. Мы только в начале серьезного кризиса в сельском хозяйстве. сельское хозяйство так устроено, что пока ты не купишь семена удобрения и химию, ты о покупке техники думать не будешь. Убирать может так случиться, что убирать будет нечего этой новой техникой. Все это может не беспокоить, так как любой сбой поставки удобрений и химии и запасных в седине не минуем сказывается на урожайности. В этом году все три факта рассложгались вредимно. С удобрениями проблема была, что с ценой, что с их наличие с химией мы ни одного ТВ не производим в России, мы только разливаем. А некоторые в жизни важные препараты, как и люмис по кукурузе, его вообще у нас даже генериков нет. А без люмиса урожайность кукурузы падает в разы. А может быть пять-десять центров, там могло быть двести. В нынешних реалиях любая просадка по урожайности ведет банкротство предприятия. У тебя возрастает себестоимость каждым годом, а пошлино давит на твой заработок и получается это как бы в тисках и тебя раздавливает. Мои прогнозы на следующие пару лет, если все так и оставить, не помогать ничего. А новые техники можно забыть на пару лет точно, будем из-под забора таскивать металлом и реанимировать его. Хозяйства будут проводить работу над наращиванием оборудованных средств, так как кредиты слишком дорогое удовольствие. Из-за пошлины будет происходить постепенное снижение в рентабельности, что затруднит какое-либо развитие. Будем проедать что накопили за прошлый год, но большинство и проедать уже нечего. Новое законодательство у нас в стране построено так, что производить стране невыгодно отсюда зависимость от иностранных комплектующих и угрозы остановки работы в итоге. Не говоря уже о производстве своей химики, ее просто нет отечественной. Да, к сожалению, я работаю только иностранной химии, которая дает мне получать те высокие урожайности, которые у меня есть. Мои предложения. Восстановить программу поддержки приобретения отечественной сеплозтехники и увеличить субсидирование семеноводства. Негодное кредитование СК предприятий по 2-3% годовых производителей СК техники. Полная отмена вывозной пошлины на СК культуры или снижение ставки пошлины до 10% от стоимости контракта. Изменить налогообложение в сторону производителей, сделать единую ставку 5% с годового оборота или 8% от чистой прибыли. Поэтапное снижение НДС до 0% за 35 лет и полная отмена этого налога. Снизить налоги с фонда заработной платы до 8% суммарно фонды ФСС по ФРФОМС. Спасибо большое. Начну цитаты которая в общем-то относится к секторам совещания которые 1 марта было в блогу писать у правительства опираясь на архаичную рыночную монетарную экономику невозможно гарантировать суверенность отечной экономики. молодой человек молодец конечно хозяйство но когда заявляет что нет отечественной химии конечно же толкает нас опять туда значит мы должны перестать гордиться тем что мы используем иностранное мы должны гордиться тем что мы сеем иностранное применяем иностранное ездим иностранное но надо это терпится но поскромнее значит вот что касается той серии которые я нас это средство защиты растений все несложные процессы вот такие реактора автоматизированной системы управления и производства сложных химических процессов процессов отечественное потребление средств защиты растений только за последние 6 лет выросло почти два раза в том числе в два с половиной раза отечественные средства химических защиты растений 41 тысячи тонн до 17 тысяч где что вы говорите что нету отечественной химии просто привыкли на так на слух план 22 года нет никакой паники в обеспечении средств защиты России на сегодня есть конечно я импортная доля но она сегодня составляет 42 процента 58 процентов это отечественные производства средств защиты растений 40 из 42 22 тысячи производится на территории России иностранными компаниями мультинациональными наша зависимость вообще отечественного производства от импорта она от Европы абсолютно муримая практически муримая если вообще тут вот не хватает бошинских систем автоматизации или там электроники еще в нашей отечественной отрасли химисерс растений основана либо на российском российских видах сырья либо на китайско-индийских большой перечень сырья высокий сырьевой индекс многостоятельности сложных большого качества жидких твердых отводов вот вот это особенность действия производства действующих веществ нашей стране единственное чего достаточно не хватает это разрушенные химические цепочки это взаимодействие химического комплекса друг с другом потому что вообще советский союз и наша страна изобретатель двух гениальных вещей это круговая система энергообеспечения и химическая химические цепочки производства сложных химических органических продуктов это то что нас отличалось сегодня на нашей территории в россии 11 заводов у 10 предприятий вот они все здесь план этого года 107 тысяч тонн даже может быть и больше будет и вот все 10 компаний входящих российский союз производит следующий россиян представлены здесь в этом году дефицита не будет а что касается вообще затрагиваем сегодня вопрос о том что нам не хватает действующих веществ они были но это было мало число ДВ было 41 и 300 тысяч сегодня мы потребляем 70 одну тысячу тонн иностранных компаний 70 тысяч тонн на сумму 746 миллионов долларов вот но и растет как вы видите растет за 5 лет вырасту вообще как я и говорил два раза это вот импортный состав отечество составляющие тоже что производится из них заводится 169 молекул 169 молекул значит из них делается более 600 наименований это отечный производство а вот здесь я просто для примера привел что здесь на этой страничке 12 наименований многих язык не выговорит и на этой страничке 10 наименований 21 вещество занимает 80 процентов российской федерации 21 на сумму 306 миллионов долларов вот это мы состоянии сделать но потребление растет и мы видим что растет порядок продуктов основные так вот эти вот наименования которые все потребители средств защиты растения знают это просто химички растут даже и в разы даже растут закрыты на кайпках цены на средства растения не растет долгое время семь лет не растет до 15 по 21 сейчас они тоже значит расти теперь меня попросили еще асенат затруднят песка значит как мы зависим от импорта семян сахарной силы 97 процентов ассоции всем всем и так далее меньшей степени посоли как финансируем на страну на правой стороне этого графика мы видим что закуплен семян стоимость 114 миллиарда ежегодном иностранцам 1 114 миллиардов в то же время если на левую сторону этого графика посмотреть то синие столбики это стоимость гектарной стоимость семян импортных красненькие столбики это гектарная стоимость отечественных отечественного дешевле импорта дороже и мы соответственно отечественные покупаем на 28 миллиардов по этим пяти культурам а импорт на сточную замечательно форме в иностранной селекции мой план по сахарной сверли он состоит в общем-то в стопроцентном или по меньшей мере по тактрине 75 я здесь написал порядок показал но уже сегодня в этом году мы готовы минимум 25 процентов семян если вдруг будет не хватает возместить импортная надеюсь здесь вот нам понадобится до для 70 5 процентов всего лишь 1250 гектар хорошо рожаемых земель в крымской республике что собственно говоря мы сейчас и делаем выращиваем россии сильно вот такой сельзавод который построили в 15-м году он может 75 процентов отечной потребности произвести дрожжер на семян сар на свободу гораздо сложнее по подсолнечник чтобы только 25 процентов достигнут нам понадобится длительное время мы сейчас на 70 процентов только участка размножения надо 14 испанить 1000 гектар для 25 процентов обеспечения своими семенами сейчас занимаем 23 процента это половина из них кондитерский подсолнечник который в общем то нужно конечно на большую экономику делает масличный подсолнечник поэтому вот такую задачу надо решать 4 то делать если блок номер 2 я хотел квотировать 8 импортных пропорционально расчет собственных производств это основные требования которого бы удовлетворились и активно заменяли бы значит сильно стран конечно квартира не приема на государство испытания импортных семян по мере из трансляции отечества потому что сегодняшняя восемь комиссия наша по словам работает на испытание иностранцев но вся европа сюда пачками посылать свои семена и государственная комиссия значит загружена через чуть даже может быть на наших песен спасибо какие-то налоговые льготы меры поддержки они могли бы позволить разведить дать развитие химического можно привести к примеру из госмошное строение которое в два раза увеличилось за три года что-то появились меры поддержки можно привести айти отрасль которая тоже в разы увеличила производства объем экспорта то же самое можно сделать и в области семеновоста и вообще в области всего сельского хозяйства может быть и шире всей промышленности петербург в принципе на любом секрет что сельское хозяйство последние там 10-15 баллов фантастичную принципе динамику ориентированной модели мы перешли к экспортно-ориентированной модели пристать по всем базовым продуктам включая молоко при себя в принципе обеспечен но это не снимать повестка целого ряда вопросов которые связаны с факторами производства позволяет нам произвести продукцию да и здесь это и оборудование и расходный материал в достаточно большом количестве смежных отраслей если смотреть на текущий контекст что у нас на самом деле происходит у нас с точки зрения того как мы ходим в год ситуация зашли неплохая рисков и вызову и скажем так фактор популянности которые могут повлиять на долгосрочную устойчивость сельского хозяйства здесь как я уже говорил несколько важных моментов первое это ликвидность а сегодня многие говорили о том что серьезный рост стоимости средств производства расходных материалов оборудования средств защиты расти и себя а те средства которые сейчас выделены на год на срочное кредитование они с одной стороны вроде бы позволят привлечь по нашим расчетам объем года кредит который был состоит в прошлом году вместе с тем просто себе стоит всех нас средств производства и средств я бы недостаточно и встретить с этим не касается ключевых задач для нас решение вопроса относительно того чтобы ликвидность вот что пришли год и краткосрочные кредиты были обеспечены отдельная история это инвестиционный кредит сейчас подробно не будут не останавливаться большой кроличный проект который на настоящий момент области инвестиционной фазе сделана плата по оборудованию строительные работы и нам очень важно и мне кажется это важно позиции с точки зрения дупр п другу комитетов чтобы эти проекты были дефинансированы да непростая история с субсидии мы так можем не дефинансировать pretend очень мы потеряем и вместо потенциально может быть ретли проекты влюбниь это 1 башу блики вторая историяadas налיכ Local mine те такие ситуации на самом деле понимаете большое количество organisation охландация бы на последнее время пришло в премии приложаться на производить это большой критивает инициатив друг но царапазその не буду опять же отношу которыха экологии это большое количество связано с системой прослеживания ужесточение контроль надзорных действий по целому направлению все это усложняет бизнесу ведет к серьезному росту затрат мне кажется в текущей ситуации большинство из этих историй могут вполне передвинуты на более поздние сроки если таким образом но скажем так облегчить финансово состояние предприятий и повыске финансово устойчиво и кажется это важно третья тема потребитель на самом деле процессе производит плечи можно приводить потребители были на полке широкий ассортимент тех продуктов которые там там привыкли к которыми он хочет или которого хочет потреблять абсолютно правильно было все не сказано что доходы за последние реально располагаемые доходы населения последние там 10 лет но не снизились пальто по монетам не достигли 2008 года находимся в таком не очень простой ситуации что будет дальше тоже на самом деле большой вопрос и мне кажется что одна из ключевых историй это действительно реализация программ внутренней продовольственной помощи социально защищенных слоев населения текущий уровень цифровизации там диджитализации позволяет вполне целевым образом поддерживать наиболее нуждающихся наших граждан и отдельный историк кстати в качестве такого предложения по налоговой инициативе это например снижение позволит повысить доходы населения прежде всего в сельской местности потому что он сих пор развив беру сельской местности городской высвучит существенно здесь к месту 60 процентов доходов городской городской расходы вы предложили подумать о том чтобы снизить ставку социальных налогов 35 до 15 процентов при обязательстве бизнеса заработную плату держать на и держать зарплату по сути дополнительно 20 процентов вполне могут пойти на обеспечение базовых расходов наиболее социально защищенных категория вот этот налоговую инициативу мы сголебно прикидывали что это самая большая тень она сильно может очень серьезно повлиять для очень широкой аудитории российских граждан которые поживают сельской местности программа вам еще и важно еще с одной точки зрения сейчас последнее большое количество инцидентива курсов с основной контроль цены на полке честно говоря немножко статистически отношусь что этот механизм может работать да поэтому мне кажется что нужно облигаться одиноком процент по повышению доходов и программа продавать помощи может работать в этом направлении ну и наконец последняя четвертая история связана с импортозамещением она все это такая самая сложная честно говоря вот коллеги выступали особенно в части машиностроения говорили о том что у нас есть большое количество предприятий которые могут обеспечить молочную промышленность оборудованием но я не может погружаясь в тему могу сказать что это но нет мы с коллег национальность мы проводим час в таком достаточно плотном контракте контакте я буквально давно возглавил рабочую группу по пищевому по машиностроению сфере молочной переработки провели сейчас предварительно анализ конечно ситуация такая с одной стороны есть поставщики с другой стороны нужно конечно понимать что масштаб этих поставщиков он таков что они не смогут обеспечить те потребности которые в настоящий момент есть мы приведу пример вот разница в обороте между лидером рынка и поставщиков там он иностранный да и крупнейших российских производителей это же не только вопрос о масштабах это же вопрос о возможности инвестиции у всех понимаете ваш настроение требует очень защититься оба очень защиты инвестиции в него там там 5-7 процентов те суммы которые инвестируют крупнейшие компании с которым нужно конкурировать сельское хозяйство экспорта рентированный вопрос мы не можем использовать средства производства которые менее эффективны по сравнению с теми средства производства которые используют наши конкуренты да очень непростой ситуации большого количества внешних вызов пограничений здесь мы действительно можем наверное 6 минут пока соответственно здесь здесь есть определенные определенные нюансы связанные с тем что наверное мы можем жертвовать вопросом связанных с эффективностью понятно что то с чем мы столкнулись и по оборудованию и по запчастям всех постертики сейчас упаковка занимаемся у вас какого-то миллионного нет простите меня за мной французского как он периода не может приглашать у нас были лукомбрии да мы сейчас эти вопросы решили но вот вот на такие точечные истории конечно же нужно уделять очень большое внимание на них на дорогу чем в отпуске фруктура я буду к ней подключаться потому что задача важна я долго отказывался и не хотел брать потому что даже скептически относился но сейчас я понимаю что наверное это нужно будет делать все просто с машином потому что будем взаимодействовать наверное будем не по всем я не верю что но наверное точечным историям где есть кто-то в россии имеем потенциал компетенции наверно да она это можно сделать коллеги все у меня все спасибо